Я еще хочу поговорить о духовной войне. Это очень важная тема, потому что есть разные идеи, разное мышление. Но когда мы говорим о духовной войне, мы должны быть уверены, что мы основываемся также на Писании. Мы можем увидеть основание в 6 главе Ефесянам, с 10 по 16 стих. Наконец, возрастайте в силе, в союзе с Господом, в союзе с Его крепостью и могуществом. Используйте доспехи и оружие, данные вам Богом, чтобы вы могли противостоять коварной тактике противника. Поскольку мы ведем борьбу не против людей, но против правителей, властей и вселенских сил, управляющих этой тьмой, против духов сил зла в небесных сферах. Итак, возьмите все боевое снаряжение, предоставленное вам Богом, чтобы вы могли дать отпор, когда наступит день зла, и чтобы вы, выиграв битву, могли устоять. Поэтому стойте. Пусть ваши чресла будут припоясаны истиной. Облекитесь праведностью, как броней. Обуйтесь в готовность нести добрую весть о шаломе. Всегда держите на готове щит веры, при помощи которого вы можете отразить все пылающие стрелы злого. И возьмите шлем избавления. И меч, данный Духом, то есть Слово Божье. Во всякое время молять всевозможными молитвами, прошениями в Духе, неустанно и настойчиво за весь Божий народ. Вначале я хочу несколько важных моментов сказать. Потому что я не уверен, что мы все рассмотрим. Но в начале как раз этого отрывка сказано, возрастайте в силе в союзе с Господом, с Мессией. В союзе с Его великой силой. Наша духовная война она зависит от наших отношений с Отцом и с Ешуа. Если мы будем делать что-то вне этого союза, тогда мы потерпим неудачу. Особенно в духовной войне. Я не могу сказать, насколько это важно до конца. Многие из вас, наверное, слышали или знают о Джон Пол Джексоне. Он написал книгу Ненужные жертвы духовной войны. Как-то так она называется. Прочтите эту книгу. Это прекрасная книга. Есть много книг, которые говорят о духовной войне. Где описано много ободряющих слов о том, что мы должны делать, но это не является частью нашей власти. И в этой книге как раз Джон Пол Джексон говорит о той власти, которую мы имеем. Итак, мы должны быть в единстве, в союзе с Мессией. Тогда мы можем вести эту войну. Если мы не находимся в отношениях с Ним или в единстве с Ним, тогда нас ждет катастрофа. Поэтому книга называется «Необязательные или как-то ненужные жертвы духовной войны». Второе, о чем здесь говорится в этом отрывке, о доспехах или всеоружии. Об этом также есть много проповедей. Какие-то хорошие, какие-то не очень, какие-то вообще не говорят о том, что здесь написано. Но мы должны просить Отца и спрашивать, какое оружие Он дает нам. Тринадцатый стих говорит «Возьмите все боевое снаряжение». Недостаточно иметь только щит или шлем или пояс. Нужно все вооружение. В какой-то момент здесь можно обратить внимание, что на спине нет защиты. Потому что вас должны прикрывать ваши братья и сестры. Это не то, что вы делаете самостоятельно. Вы делаете это в единстве с Отцом и Сыном, и вы также делаете это в единстве с другими верующими. Многие, когда говорят о всеоружии, они останавливаются на семнадцатом стихе. Но я еще включил восемнадцатый стих. Потому что он тоже является частью, он говорит о том, что является частью оружия Божьего. Во всякое время молясь всевозможными молитвами и прошениями в Духе, неустанно и не настойчиво за весь Божий народ. Это часть духовного вооружения. Это не просто... Это не просто... Это входит в то, о чем говорил Павел до этого. Я хочу кое-чем поделиться об этом, потому что я верю, что мы вошли во время, когда это будет намного важнее, чем было раньше. И если мы войдем в это время не готовыми, без всеоружия, тогда нас надолго не хватит. Когда мы входим в этот период времени, мы не всегда понимаем, что это значит. Мы не всегда понимаем, что это значит. Но есть одна вещь, которую я хочу сделать очень очевидно. Разница между искуплением и духовной войной. Освобождение, оно касается того, что мы свободны от порабощения бесами. Это направлено на то, чтобы человек освободился. Это освобождение. А духовная война... Это противостояние, нанесение поражения этому духовному небожьему присутствию в нашей жизни. Например, победа над обманами, обвинениями, искушениями. И другими вещами, которые дьявол посылает нам. Деливерность involves the breaking up of legal grounds. Just a minute. Yeah. Деливерность involves the breaking up of oppression and bondage on legal grounds. That's what it should be. Did you get it? Освобождение обозначает... Can you repeat the whole sentence, please? Spiritual or whatever... Deliverance. Deliverance involves the breaking up of the bondage on legal grounds. Освобождение заключается в разрушении вот этого рабства или порабощения на законных основаниях. И определенные вещи должны быть в порядке, прежде чем мы служим вот этим освобождением другому человеку. You have to have a legal right to do that. У нас должно быть законное основание делать это. It involves... Spiritual warfare involves the tearing down of strongholds. Освобождение также включает в себя разрушение твердынь. Sorry, 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 sorry. Deliverance involves the breaking up on legal grounds, the tearing down of strongholds, and casting out of demons. И изгнание бесов. Okay? Spiritual warfare, on the other hand, is dealing with three key things the enemy sends at us. Temptations, deception, and accusations. Духовная война заключается в борьбе с тремя ключевыми вещами. С обвинением, искушением, и обманом. Надеюсь, то, чем я хочу поделиться, поможет вам. Понять, как действует духовная война. Есть и другие учения, которые более детально описывают этот вопрос, но я хочу просто дать обзор. Есть два типа духовной войны. Ask any army general. Есть наступательная война, есть оборонительная война. And also spiritual warfare comes in two ways, offensive and defensive. Наступательная заключается в том, что мы разрушаем, например, твердыни, которые укоренились у нас в разуме. А оборонительная война направлена на то, чтобы защитить себя от тактики и обмана врага. У врага есть три основных оружия. Писание говорит, что мы воюем не против плоти и крови, а против бесовских сил. 12 стих. И третьи вещи, с которыми мы боремся, включают обман. Потому что дьявол хочет, чтобы верующие поверили в то, что является ложью или не является истиной. Он будет, дьявол будет пытаться заставить нас поверить в то, что не является истиной. Что? And so you will fall into error. You will do things wrong. Strongholds are built through deception. И через обман строятся твердыни. A stronghold is formed when deception takes hold in your mind. Твердыни формируются тогда, когда обман укореняется у нас в голове. It is an incorrect thinking pattern that stems from believing in something that is not true. Can you repeat from the beginning? It is an incorrect thinking pattern that stems from believing in something that is not true. Satan deceived Eve into believing that God's word was not true. Сатана обманул Еву, заставив ее поверить в то, что Божье Слово не является истиной. The second one is temptation. Второе — это искушение. Temptation very often follows deception. И искушение часто следует за обманом. First, the enemy may tell us she won't die, like he said to Eve. Сначала враг сказал, что не умрешь, в случае с Евой. And then he makes the fruit on the forbidden tree look very good to us. А потом он сказал, что ведь этот плод, он привлекателен. So, since Eve accepted Satan's deception, и когда Ева приняла этот обман от сатаны, это дерево, от которого она не должна была есть, оно стало привлекательным для нее. Это было искушение. Потому что она, прежде всего, позволила себя быть обманутой. Temptation is when we entice, when we are enticed or encouraged to sin in one way or another. Искушение — это попытка обмануть нас тем или иным способом. In Matthew, chapter 4, Yeshua was led out into the desert to be tempted by the devil. The devil tried to convince Yeshua that it would be harmless to jump off a building. Often people will be drawn into sex with their boyfriend or girlfriend when the enemy tries to convince them that it's all harmless and a lot of fun. Друг может переспать со своей подругой, потому что он поверил в ложь о том, что это не будет никакого вреда от этого, и это будет просто забавным действием. Но это открывает дверь для сатаны. Yeshua saw through Satan's deception and resisted the temptation by speaking God's word, используя Божье слово. Используя особенно 118-й псалом и 11-й или 12-й стих. I treasure your word in my heart so that I won't sin against you. Just a second. Слово твое сохранил я, чтобы не грешить. Если слово будет пребывать внутри нас, оно остановит нас от греха. Потому что Дух Святой будет говорить и напоминать нам, что это нехорошо. Когда сатана искушает, он показывает червячка. Но за червячком этим есть крючок. Но Слово Божье помогает увидеть этот крюк за этим червячком. Я думаю, вот рыбы в моем озере, они любят, чтобы их ловили, поэтому они, наверное, любят такое. Okay, the third point is accusations. The devil is known to be the accuser of the brethren. Revelation 12.10. He is known to take a believer who has done an embarrassing or gross sin in the past and continue to rub it in their face. Come again, please. Okay. He has been known to take a believer who has done an embarrassing or gross sin in the past and continue to confront them with this sin. Дьявол, например, продолжает обвинять верующего в том грехе, который он совершил в прошлом. Пытаясь навязать ему вину и обвинения касательно его прошлого. Но мы должны быть способными сказать дьяволу, я исповедовал этот грех, Ешуа заплатил за этот грех, он забрал его, потому что он пошел на крест. Поэтому заткнись. Иногда хорошо сказать дьяволу заткнуться просто и все. Okay. Dealing with deception. What? They taught, they're practicing to tell the devil to shut up. Okay. Практикуйте практику. Every time he brings another thought into your head. Каждый раз, когда он будет вам новую мысль, давайте практикуйте. Как же разбираться с обманом? У нас есть два оружия, которые мы можем использовать. Это пояс истины. The belt. The belt of truth, Ephesians 6,14. And the sword of the spirit, Ephesians 6,14. Which is the word of God, of course. Который есть Слово Божие. Both are truth. Все это истина на самом деле. It's found in the word of God. So why are they given two different names? Но почему они перечисляются в двух местах? Sword and a belt. Пояс и меч. Потому что пояс — это то, что защищает нас. That's the belt. While the other is meant to be offensive, the sword. This means that the word of God is both an offensive, offensive, and a defensive weapon. Таким образом, мы видим, что Слово Божие — это оборонительное и наступательное оружие. A belt is something you wear to guard against an attack. Пояс — это то, что мы носим для того, чтобы хранить себя от нападения. А меч используется для того, чтобы убить врага. Мы используем пояс истины. Это Слово Божие против врага, его обмана и лжи. И поясом мы припоясываемся как бы вокруг себя, сзади и спереди. То есть, если мы говорим об истине, мы должны быть окружены истиной. То есть, все, что вы делаете спереди, сзади, справа, слева, должно быть в истине. Даже не позволяйте маленькой лжи войти в вас. Есть такое выражение «ложь во спасении» или «на добро». Но нет такого. Ложь — это ложь. Будьте окружены истиной. И так же мы используем Слово Божие как меч, чтобы нападать. Чтобы разрушать существующие твердыни. То, что укоренилось в разуме. В Римлянам 12, 2. Иными словами, не позволяйте себе приспосабливаться к меркам. Вместо этого непрестанно преобразуйтесь через обновление своего ума. Тогда вы узнаете, чего желает Бог. И согласитесь с тем, что Его желания добры приносят удовлетворение и приводят к цели. Вы должны исследовать свою жизнь, задаваясь вопросом, насколько моя жизнь принадлежит этому миру и связана с этим миром. Когда мы говорим об определенных вопросах, даже когда мы говорим об абортах, скажем. На Западе во многих церквях уже говорят о служителях, которые являются гомосексуалистами. О, это нормально. Но тогда они подчиняют себя давлению этого мира. Нам нужно это понимать. Нам нужно бороться против этого. Не позволяйте этому произойти. И дальше он говорит, непрестанно преобразуйтесь через обновление своего ума. Это продолжительный процесс. Наш разум должен меняться. И становиться, преобразовываться в Божье желание, в ее намерение. В противовес тому, что говорит нам мир. Как мы обновляем наш разум? Углубляясь в Слово Божие. This process is referred to as washing of water by the word. Ephesians 5, 26. In order says it, depart for good, making it clean through immersion in mikve, so to speak. Чтобы отделить ее для Бога, очистив посредством погружения в микве, если можно так выразиться. Okay? The washing of the word clears our minds омовение Словом, омовение нашего разума. Okay, I'm having to go quite quickly dealing with temptation. In James 4, verse 7, we are told to resist the devil and he will flee from us. But it's not quite that simple. In the same verse, we are also told to draw near to God. Также сказано, чтобы мы приближались к Богу в том же стихии. Победа над искушением — это процесс в двух направлениях. Когда мы противостоим дьяволу и приближаемся к Богу. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы знаем о Его любви. И тем меньше власти имеет искушение. Когда мы разбираемся с обвинениями. Евфианом 6, 16 говорит о раскаленных стрелах лукавого. Это и есть обвинения. Например, когда дьявол пытается обвинить нас в наших прошлых грехах. Нам нужно верить в работу Креста, что мы прощены и не оборачиваться назад. Вера — это то, что мы используем для того, чтобы угасить эти стрелы. Мы не должны размышлять над нашим прошлым, потому что это уже прошло. 2 Коринфянам 5, 17. 2 Коринфянам 5, 17. Евреям 10, 17 также. В Коринфянам написано, потому что если человек находится в союзе с Мессией, он новое творение. Прочтете сами. И Евреям 10, 17 тоже. В послании к евреям очень интересная мысль. Нет, не может быть прощения, если мы не забываем. Если мы не можем забыть, мы не можем простить. Господь говорит, что Он забыл. Если этот грех омыт, он больше не существует для Бога, если Он его забыл. Его нет. Вы отправитесь на небеса и скажете, Боже, прости вот за тот момент. А Бог посмотрит на вас таким выражением лица и скажет, даже не знаю, о чем ты говоришь. Это жало. Как мы прощаем? Когда мы прощаем, мы забываем? Или мы напоминаем людям, ну, ты уже со мной так раз поступил. Вот то помнишь, как ты со мной поступил? Но Бог призывает нас быть такими, как Он. Если мы приходим к Богу и каемся, а Он прощает нас и забывает об этом, то когда люди каются перед нами, мы также должны выбрасывать эти мысли и забывать их. Потому что дьявол трудится над тем, чтобы продолжать обвинять нас. Поэтому, если вы обвиняете людей в том, за что они уже раскаялись, вы сотрудничаете с врагом. Подумайте над этим. Ефесянам 6.14 В Исаии 64.6 говорится, что праведность наша, как запятнанные одежды. Но благодаря работе или действию Креста мы можем принять праведность Божию через Иешуа Мессию. Римлянам 3.22 Галатам 3.6 Когда враг пытается напомнить вам о прошлом, вы должны знать, что это омыто уже. 2 Коринфянам 5.17 У нас нет времени читать текст. Вы также можете напомнить врагу о его будущем. И его будущее в озере огненном. Ваши грехи прощены, и вы имеете праведность Божию. Речь идет о разрушении твердынь. Как это делать? Твердыня — это обман, который коренится в разуме человека. Это неправильный образ мышления, который строится на определенной вере. И получает человек это, когда слушает врага. Многие верующие, даже которые верующие уже долгие годы, приходят ко мне и говорят, Бог меня не любит. Но это ложь. Бог любит вас. Когда мы были еще грешниками, Он возлюбил нас. Я говорю людям, послушайте, вы повторяете ложь врага. Вам нужно избавиться от этого. И многие люди просто застревают в этом. И люди считают, что Бог не может их любить из-за чего-то. Это ложь врага. Люди могут себя чувствовать плохо, когда они верят в обвинение врага, в сатаны. Эти твердыни, они приходят в форме обвинения. Твердыни, они основаны на лжи, которые нас кормили. И чтобы их разрушить, нужно обратиться к истине. Когда люди, которые приходят ко мне, говорят, что Бог их не любит, я спрашиваю, а вы принимали Ишу в свой сердце? Ну да, конечно. Ну, они говорят, да, я был там, у меня даже футболка есть с надписью. Я говорю, тогда прочитайте, что написано в первой главе Иоанна. В 12 стихе, кажется. Но всем, кто принял Его, всем, кто поверил Ему и Его власти, Он наделил правом стать детьми Бога. Это истина. И вам нужно использовать эту истину против врага. Меч Божий, он является наступательным вооружением и направлен на то, чтобы уничтожать силы врага. Твердыни — это ценности дьявола на этой войне. И Он будет использовать их против нас. Поэтому нам нужно взять в руки этот меч Духа и начать разрушать твердыни в наших жизнях. Хорошо. Вроде бы все. Надеюсь, это помогло вам. Спасибо за ваше терпение. Спасибо.